Здравствуйте! Четверг, 20 января. Подведем итоги дня в Казахстане. Меня зовут Алексей Рыблов. Коротко о темах выпуска. За аварией на теплоцентрале лишился теплого места. Премьер-министр поручил уволить Акима Семея. На севере подорожали овощи, на западе хлеб. Правительство взяло на особый контроль продовольственную безопасность страны. Мы, казахстанская молодежь, всегда поддерживала и будем поддерживать нашего президента. Мы за президента! Мы за сильный Казахстан! Фальстарт. Молодежное крыло Нуратана начала активную агитацию за референдум. Хотя решение о его проведении еще не принято. Ну, начнем с главной новости. Высказывание Нурсултана Назарбаева относительно продления его полномочий на президентском посту до 2020 года. Сегодня глава государства впервые высказал свое отношение к идее плебисцита. Заявление прозвучало в резиденции на встрече с лидерами политических партий и общественных объединений, вошедших в коалицию демократических сил Казахстана. Среди приглашенных были в основном руководители провластных движений и представители партии, подчисляющие себя к конструктивной оппозиции. Среди них Алихан Байменов, Гани Касымов, Гани Калиев и Владислав Косарев. Их присутствие, как сообщил телеканал Хабар, означает, что инициативу о проведении референдума поддержала, цитирую, даже оппозиция. Все, кто был на этой встрече, в один голос просили его поддержать волю народа и согласиться с референдумом. В ответном слове Нурсултан Назарбаев заявил, что идея профессора Сыдыкова и его сотоварищей, которые также присутствовали на встрече, стала для него полной неожиданностью. Мол, он даже не знал о собрании общественности Восточно-Казахстанской области. Поблагодарив казахстанцев за поддержку, он призвал их дождаться постановления Конституционного совета. Заявил, что это займет всего месяц, в течение которого будет время подумать и ему. Президент также с сожалением отметил, что идею казахстанского референдума подвергли критики на Западе. Но тут же утешил собравшихся традиционными высказываниями о том, что у Казахстана свой путь развития и что постоянно жить с оглядкой на Запад нет необходимости. Под занавес Елбасы заявил, что дорожит мнением народа и считаться с ним он не может. К слову, не посчитаться с ним он не может. К слову, для освещения встречи пригласили только госканалы и не было даже представителей информагентств. Новостные ленты уже после процитировали слова Назарбаева, ссылаясь на пресс-службу Аккорды. Вот что дословно сказал лидер нации. Естественно, ни один государственный политик не может игнорировать волю народа. Но для меня этот вопрос очень важен с государственной позицией. Поэтому, взвесив все «за» и «против», учитывая исключительно интересы народа и государства, я приму нужное для народа нашей страны решение, сказал Назарбаев. После чего зал взорвался аплодисментами, но лидер нации добавил. Но я не сказал, какое. Так что не обессудьте. Напомню, в этот понедельник Нурсултан Назарбаев обратился в Конституционный совет с просьбой провести экспертизу на законность поправок в Конституцию, принятых парламентом 14 января. Эти дополнения предусматривают продление полномочий президента Нурсултана Назарбаева до 2020 года путем референдума и закрепляют за президентом статус елбасы. Конституционный совет по закону обязан ответить в течение месяца, но эксперты пообещали дать оценку в самый ближайший срок, возможно, по истечению 10 дней. Окончательного решения по проведению плебисцита нет, но, похоже, в стране воспринимают все эти президентские маневры как от лукавого. В регионах и в двух столицах активизировались провластные молодежные движения. Ими развернута широкая агитационная кампания в поддержку референдума. Хотя, повторюсь, в стране еще не узаконен сам плебисцит. Ряды самой массовой политической силы страны сегодня пополнились 40 первокурсниками университета Назарбаева. В Узине без помощи старших товарищей из Нур-Утана тут же организовали первичную партию ячейку. Жасутанцы не скрывают, лидер нации сегодня как никогда нуждается во всеобщей поддержке. Желающих, утверждается, было много, но в партию принимали в духе советского прошлого. Только спортсменов, отличников и активистов. Приветствуется неупотребление алкоголя, сигарет, не говоря уже о наркотических средствах. Приветствуется спортивный образ жизни, приветствуется активная гражданская позиция. А это уже Кустанай. Несмотря на 30-ти градусный мороз, местная студенческая молодежь вышла на площадь перед областным акиматом. Вероятно, убеждает региональные власти в необходимости поддержки референдума. С живой цепью они создали заветную цифру 20-20. Сегодня мы выстроили на площади перед акиматом цифр 20-20. Это очень символично, поскольку программа развития подразумевает собой действия до 2020 года. Не отстает от региональных собратьев и столичная молодежь. Студенты сразу нескольких вузов Астаны накануне собрались в одном из крупных спортивных комплексов, чтобы массово поддержать президента и референдум. Хоровые призывы подогревались выступлениями звезд казахстанской эстрады. Мы, казахстанская молодежь, всегда поддерживала и будем поддерживать нашего президента. Мы за президента! Мы за сильный Казахстан! Со стороны может показаться, что все проявления радостных чувств – это импровизация и духовный подъем. Но вот уже в интернете появляется видео, как в том же Кустанае проходила подготовка к флешмобу за референдум. Студенты под дирижирование активистов несколько раз репетируют лозунг «Мы за Назарбаева», а затем явно слышится «Надоело». «Мы за Назарбаева! Мы за Назарбаева! Мы за Назарбаева!» Еще не объявлен старт референдума. В стране виновники начали акции с песнопением, лозунгами и громогласными призывами. Все это больше напоминает безальтернативные выборы. А у не сторонников референдума предстоящая политическая кампания вызывает другую ассоциацию с театром одного актера. Рамиль Смаилов, Талаб Жакубов, Астана, Казахстан. К другим темам. Причиной отравления девяти человек в Атыраусской области стал угарный газ. Двое из них скончались, сообщает Минздрав Казахстана. Один человек находится в реанимации, остальные пострадавшие в удовлетворительном состоянии. Напомню, по сведениям МЧС, в минувшую среду в поселке Жанакаратон шесть человек отравились предположительно пищевыми продуктами. Однако эта версия не подтвердилась. По сведениям департамента комитета госсанэпиднадзора, соответствующих симптомов у пострадавших выявлено не было. Сегодня премьер-министр Карим Масимов назвал виноватых в авариях на теплоцентралях Семея. Он поручил снять с должности главу города Мирамхата Айнабекова. Напомню, после Нового года тысячи жителей Восточного Казахстана остались без тепла в 30-ти градусные морозы из-за поломки котлов. Расследованием ЧП занималась республиканская комиссия. И вот сегодня по приказу премьера с формулировкой за ненадлежащую организацию работы по подготовке объектов теплоснабжения, отсутствие должного контроля за работой теплоисточников и непринятие мер по приаварийной ситуации от занимаемой должности освобожден градоначальник Семея. Руководителям коммунальных служб города объявлены строгие выговоры. Ранее по такому же сценарию был уволен Аким города Приозерска Карагандинской области Кайрат Смогулов, допустивший аварию на теплостанции, в результате которой почти две недели жители города оставались без тепла. Продукты питания дорожают с каждым днем. На севере страны резко выросли в цене овощей. На западе увеличена стоимость главного продукта – хлеба. Продавцы в повышении цен винят оптовиков. Нестабильностью на продуктовом рынке, сложившемся в январе, сегодня беспокоился премьер-министр Карим Асимов. Он поручил Минсельхозу взять на особый контроль вопросы продбезопасности. К слову, чиновники организуют штабы по сдерживанию цен, но пока все безрезультатно. Ценники в регионах сравнили мои коллеги. Жизнь стала роскошью, отмечают казахстанцы. Вслед за югом на западе республики подорожал на четверть хлеб. Пекарню винят мукомольные предприятия. Вместе с главным продуктом выросли цены на овощи, фрукты, мясо. Продавцы рынков пеняют на оптовиков. На оптовом цены бешеные, поэтому мы их дорого продаем. Это же не от нас зависит. Закупочная цена какая, поэтому мы по дороге продаем. В Шемкенте создан штаб по стабилизации цен. Под меморандумом подписались руководители крупнейших рынков. Предприниматели обязались способствовать сдерживанию цен. Каждый владелец, директор будет требовать от своих продавцов, чтобы они не поднимали выше оптовых цен на более чем на 10%. Также у нас будут работать в городе 10 мобильных групп, которые ежедневно будут мониторить цены на все виды продуктов и на хлеб. Как сдерживаются цены, можно воочию наблюдать в Павлодаре. Килограмм картофеля в магазинах стоит 89 центов, а всего неделю назад продавался по 39. В розничных точках уверяют, цену подняли оптовики. 120, 105, 110. Такие цены были. А сегодня нет картошки нигде. Конечно, дорого. Картошка по 130. Это вообще куда годится. Цены растут, как грибы у них. Власти региона, пытаясь противостоять, отдали команду распечатать запас овощехранилища и продавать картошку по прежней стоимости. В социальных магазинах вообще вбились запрет на продажу картофеля, а дороже 40 центов за кило. Тем не менее, социальные овощи до повладарцев не доходят. Местные депутаты полагают, предприниматели вывозят товар в другие регионы и даже за пределы республики. Здесь, можно сказать так, таможенный союз сыграл роль плохую, потому что там цены дороже, урожая там и не было. Поэтому сейчас, на сегодняшний день, сложилась такая ситуация, что Россия сняла запрет на поставку мяса с Казахстана в Россию. Поэтому мы опять же ожидаем рост цены на мясо. Вот как и с картошкой получилось. Взять на особый контроль вопросы продовольственной безопасности. Об этом сегодня на расширенной коллегии Минсельхоза говорил премьер-министр страны Карим Масимов. Глава Кабмина считает, необходимо ограничить вывоз продуктов питания за пределы республики. Те договоренности, которые у нас есть по цене на хлеб в магазинах, хотя вот я смотрю по январю месяцу, все-таки проблемы есть. Нужно более внимательно вам смотреть за этими вопросами и по областям, поскольку это чувствительно, это очень чувствительные вопросы. И на базовые продукты питания мы должны населению гарантировать приемлемую цену. По словам Масимова, уже в ближайшие несколько лет нехватку продовольствия испытает на себе весь мир. Это станет своего рода проверкой на прочность. Евгения Бодрова, Марина Низовкина, Рамин Смаилов, Алла Злобина, Казахстан. Шесть жительниц города Жанаузень Мангостаусской области объявили голодовку. Женщины требуют трудоустроить их на градообразующее предприятие «Узень-Мунайгаз», а также обеспечить жилье. Бывших сотрудниц частных компаний больниц города уволили в прошлом году. Женщины сетуют, что больше в маленьком городке работать негде. По словам одной из участниц акции протеста, на голодовку их подтолкнули местные власти. Жительницы Жанаузеня планировали провести мирный митинг и подали 6 января в местный Акимат заявку. Однако власти в проведении акции протеста отказали и предложили трудоустройство на год за 200 долларов в месяц одной из активисток Дамеш Саргуловой. При этом выдвинули условия. Женщина должна отказаться от идеи митинга и о своем трудоустройстве никому не рассказывать. В Медеусском районном суде прошло первое техническое заседание по иску предпринимательницами из Гулябдакожимовой к республиканской газете «Казахстанская правда». Женщина утверждает, газетчики ее оклеветали, назвав ее мошенницей и авантюристкой в статье «Захлебнулась собственная лжи». Напомню, Абдакожимова находится в СИЗО по обвинению в даче взятки и экономической контрабанде. Ее арестовали через несколько дней после пресс-конференции, на которой она обвинила финансовую полицию в коррупции. За ходом нового процесса следит Татьяна Ковалева. Защитить свою честь и достоинство в суде решила предприниматель Мейзгулябдакожимова. Она подала иск на газету «Казахстанская правда» за публикацию материала под названием «Захлебнулась в собственной лжи». В статье автор Наталья Валуева назвала Абдакожимову мошенницей, чем, по мнению юстиции, нанесла ущерб ее репутации. Теперь бизнесмен требует от газетчиков опубликовать опровержение и возместить моральный ущерб в размере одной тенге. 27 июля прошлого года трое неизвестных угнали фуру с грузом, принадлежавшим Абдакожимовой. Позже сотрудник Финпола Жумапеков настоятельно рекомендовал найти для решения проблемы 10 тысяч долларов. При передаче денег предпринимательницу и задержали. Любопытно, что редакционная позиция официального рупора страны полностью совпадает с версией Финпола. В ходе слушания они свидетельствуют о том, что никаких нарушений со стороны сотрудников ведомства не было. А задержание груза Абдакожимовой – ничто иное, как хорошо спланированная спецоперация под названием «ГУС», к которой были привлечены гражданские лица. Потом в ходе проведения служебной проверки было установлено, что был материал «ГУС», что Махатов был привлечен, но я как бы ходил там, в принципе, мы тоже это не смотрели, что он непосредственно задержан на груз. Между тем, еще в конце декабря выяснилось, позицию агентства по борьбе с коррупционными преступлениями не поддерживает президент Казахстана. Глава государства на форуме предпринимателей в Астане назвал задержание груза Абдакожимовой незаконным действием, за которое виновные уже понесли наказание. Впрочем, оказалось, что Жумабеков, задержавший груз и его непосредственный начальник Абдулаев, понижены в должности всего лишь за бумажную волокиту. Тем временем слушания по делу Абдакожимовой продолжаются. Матери твоих детей грозит до 7 лет лишения свободы. Татьяна Ковалева, Александр Платонов из Алматы, Казахстан. Независимая газета «Голос Республики» в лице экономического редактора Сергея Зелепухина требует признать незаконными действия полицейских. Журналист подал заявление в районный суд и обвиняет сотрудников РУВД в необоснованном задержании, занесении в базу данных его отпечатков пальцев и в незаконном допросе в качестве обвиняемого, без протокола и с угрозами. Сотрудники РУВД задержали Зелепухина в ночь на 14 января во время изъятия пятничного тиража издания. В номере имелось два приложения. Воззвание демократической общественности против референдума о продлении полномочий президента и реклама спутникового телеканала КАПЛЮС с инструкцией по настройке. Как считают в редакции, эти листовки и вызвали повышенный интерес полиции и спецслужб. Вместе с Сергеем Зелепухиным в управление полиции доставили водителя и логистика редакции. Допрос каждого из них длился порядка трех часов. Когда людей отпустили, копии протоколов допроса не предоставили. Кроме этого, со слов журналиста, следователь оказывал давление и ругался матом. В суде заявление журналиста приняли. Когда состоится первое заседание, будет известно на следующей неделе. Заставить полицейских, чтобы они знали, что на их определенные противоправные действия все-таки будут какие-то ответные действия. Чтобы их как-то побуждало уже в следующий раз задумываться, что они делают и осуществлять свои действия именно в рамках законодательства, которые у нас есть в Казахстане. Некоторые законодательные инициативы казахстанской власти можно расценивать как способ помочь себе в зажиме свободы слова. Одним из таких примеров недавний закон о цифровом телевидении. На этой неделе глава Минсвязи Аскар Жумагалеев призвал абонентов российских платных каналов переходить на продукт отечественного цифрового ТВ. Презентуя национальную спутниковую сеть телерадиовещания, министр связи заявил, что отныне казахстанцы смогут смотреть казахстанские каналы посредством тех антенн, что у них имеются. О том, как эксперты связывают это заявление с законопроектом о телерадиовещании и какие каналы будет разрешено смотреть рядовому казахстанцу в следующем материале. За ежемесячную оплату от 4 до 30 долларов казахстанцам предлагают приобрести 37 отечественных телеканалов и отключить тарелки МТВ Плюса и Триколора. Российские эксперты занервничали еще при оглашении законопроекта о телерадиовещании. Сейчас же они просто уверены, казахстанские власти стремятся монополизировать рынок спутникового и кабельного телерадиовещания. Однако они надеются на то, что технических возможностей не хватит и казахстанские зрители не смогут так просто отказаться от услуг российских операторов. Я не думаю, что призывы Минсвязи повлияют каким-то образом на эту аудиторию. Другое дело, что если будут введены какие-то технические ограничения, блокировать доступ через интернет технически довольно затруднительно. А блокировать спутник приема вовсе невозможно. Поэтому я не очень понимаю, потому что это только политический жест такой из общих соображений. Ребята, давайте смотрите наше телевидение. В политической подоплеке данного заявления главы Минсвязи уверена и руководитель фонда защиты свободы слова Тамара Калеева. По ее словам, власти пытаются перекрыть информационный поток в Казахстан. Сертификация спутниковых тарелок, это цифровизация телевидения, это законопроект о телерадиовещании. Все эти три фактора, три направления деятельности нашей власти сейчас сливаются воедино, и мы уже видим в перспективе конечный результат этих дорогостоящих и серьезных усилий. Население наше ограничивается в праве выбора, что власть начинает манипулировать правом свободы получения информации. Члены Национальной ассоциации телерадиовещателей говорят, что цифровой подарок от государства им не нужен. В попытках причесать всех телезрителей и радиослушателей под одну гребенку правительственные мужи могут загубить на корню отечественное телевидение. Мы уже проходили это, когда был период советского развития, становления Казахстана, когда именно вводились запретительные, ограничительные меры, что читать можно то, смотреть можно это. Если мы будем идти за счет того, чтобы ограничивать иные источники информации, я думаю, мы от этого только пострадаем, причем пострадает наше телевидение. Потому что телезрители, радиослушатели будут искать альтернативные источники информации. Юрист Сергей Уткин понимает, что власти пытаются манипулировать сознанием казахстанцев, но считает, что за техническим прогрессом регрессивным правительственным цензорам не угнаться. Сама приставочка, да, она не будет принимать другой сигнал. Ну, вот я просто уверен, да, через неделю появится какая-нибудь прошивка, и все умельцы в городе будут эту прошивку новую ставить и все будут показывать. Или появится какая-нибудь маленькая китайская плата, которую скажут, вот в эту дырочку засуньте, да, и она все опять начнет показывать. Да, и вот, ну, бесполезно. Технический прогресс, он все равно убежит. Пока призыв к Минсвязи переключиться на отечественное ТВ остается на уровне уговоров, абоненты решают сами, смотреть или не смотреть. Диас Агбаев, Тимур Акчуринг, Казахстан. Тем временем, международный телеканал Евроньюз планирует открыть офис в Астане уже через два года. Об этом сегодня сообщил генеральный директор канала Микаэль Петерс, передает РИА Новости. Круглосуточный информационный канал становится локальным. 11 новых бюро планируется открыть по всему миру уже в этом году. По словам Петерса, Евроньюз идет с запада на восток. В странах СНГ появится также представительство в Москве и Киеве. Недавно мы запускали версию вещания на арабском языке. Для нас очень важно обеспечить полноценное присутствие в этой части мира. Если говорить о Средней Азии, то крайне важным будет открытие в будущем редакции в Астане, подчеркнул Петерс. Добавлю, штаб-квартира Евроньюз располагается во Франции. Там сосредоточена большая часть сотрудников телеканала. Вы смотрите новости Казахстана. Инициативная группа от молодежного крыла партии «Нуратан» в Алматы сегодня выступила с лозунгом «Казахстанские студенты всех стран объединяйтесь». И даже объявила о создании нового движения «Алаш Жастары». Его активисты намерены оказывать помощь студентам, обучающимся за рубежом. За свои консалтинговые и организационные услуги новое объединение будет брать символическую плату. Стоит ли это того, разбиралась Зарина Ахматова. Казахстанских выпускников зарубежных вузов объединяют под знаменами молодежного крыла партии «Нуратан». Таким образом, молодые люди, по их собственному признанию, пытаются решить проблемы, сопровождающие их за границей. Основными целями «Алаш Жастары» обозначены решение проблемы трудоустройства заморских выпускников и улучшение имиджа студентов за рубежом. Членство в новой организации стоит 28 долларов в год. Посольство, да, посольство работает, но в некоторых городах у нас нет ни представительств, нет депредставительств. Поэтому студенты выживают, как могут. Проблемы у казахских студентов за границей действительно случаются. В интернете прославился 20-летний Алмат Семиров. 23 ноября прошлого года он в нетрезвом состоянии отомстил британцам за шуточки из фильма «Барат». Острословы получили Тумаков, а сам Алмат осужден на 200 часов общественных работ и штраф в 835 пунктов стерлингов. Сегодня новые алашевцы, хоть и винят Барата, признаются, с ним все-таки удобнее. Нам легче говорить, что мы из страны Барата, то есть как бы тебя больше быстрее узнают. То есть как бы там объяснять, там, знаете, между Россией и Китаем, а так далее, не знаю. Жамиля Гафур, получившая степень магистра в American University и вернувшаяся в Казахстан в самый разгар экономического кризиса, Баратафобия не страдает. Говорит, мифы нужно опровергать, реагируя на них адекватно. Если так относиться, как легче сказать, то да, легче сказать, что ты из страны Барата, или что ты откуда-то под Россией, или что ты из бывшего Советского Союза. А если тебе несложно сказать, что ты из девятой по величине страны в мире, и после этого видеть, как у людей откроется рот, то можно и такой подход использовать, который работает. И после этого они идут в Википедию и забивают, и говорят, «Слушай, ты была права, я не верил, что ты… Я думал, что ты просто так это говоришь». Они узнают, и потом, на самом деле, это остается у них в памяти. Сейчас, по разным данным, за границей обучается от 12 до 35 тысяч казахстанцев. Как зарубежное крыло провластного Жасатана, Аллах Жасторы вполне может существовать. Но насколько эффективной окажется организация, и нужна ли она самим обучающимся за границей, пока не ясно. За Ирина Ахматова, Тимур Акчурин, Боржан Идрисов из Алматы, Казахстан. Таким был день в Казахстане. Всего доброго.